Уважаемые граждане России! Привет, я Роман Соболюк, корреспондент агентства Унион Москве. Свои видеоблоги я очень редко посвящаю внутрироссийской проблематике и делаю это абсолютно осознанно. И сейчас будет не исключение, хотя, понятно, тема, на первый взгляд, исключительно внутрироссийская. Я говорю о том, что президент России Владимир Путин благословил поднятие пенсионного возраста в Российской Федерации. ...посматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Это видео я записываю для граждан Украины, которые почему-то думают, что кто-то другой, кроме нас самих, может изменить ситуацию в нашей стране. Не секрет, что в Украине живет достаточно много людей, которые, несмотря на оккупацию Донбасса и аннексию украинского Крыма, продолжают думать, что русский царь может их каким-то образом благоденствовать и дать им высокие русские пенсии. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится. И парадокс в том, что именно пенсиями заманивали крымчан в 2014 году, и какой-то процент людей вышло на улицы и создали картинку для российского телевизора. Что-то подобное было и в Донецке. И вот сейчас я, будучи в Украине, встретил тоже людей, которые почему-то думают, что русские придут и дадут им пенсии. Так вот, сегодня Владимир Владимирович расставил все точки над «и». В начале 2000-х годов и члены правительства России, и многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Объективные предпосылки для этого существовали. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнемся с серьезными демографическими проблемами. И не надо думать, что если дальше продвинется русский оккупант, то он будет выделять на оккупированные территории больше, чем платит своим гражданам. Мне кажется, пример Донбасса, он более чем показательный. Путин так много говорит о демографических проблемах в контексте войны на Донбассе, в том числе, и вообще вот конфликта с нашей страной, что невольно складывается впечатление, что вообще вся эта бодяга затеяна как раз для того, чтобы попытаться оторвать какое-то количество людей для решения, да, демографических проблем. И звучит, конечно, странно, но убивают они для того, чтобы часть людей в конечном итоге забрать себе и чтобы они решали демографические и экономические вопросы в пользу Российской Федерации. Ну, да, мир очень конкурентен. Любителям русского мира в Украине нужно знать, что даже вождь всех россиян, как Владимир Владимировича ласково охарактеризовала Маргарита Симоняна, это руководитель Russia Today, что даже здесь руководители России иногда лукавят и спустя какое-то количество лет оправдываются, почему их позиция была изменена, а обещания не выполнены. Ну, я как раз говорю о том, что Владимир Владимирович когда-то обещал, что при нем президенте никогда не будет повышен пенсионный возраст в России. Но тогда, в 2000-х, я был против них. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из прямых линий прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет. Президент России обратился с телеобращением к гражданам России и очень подробно и достаточно откровенно рассказал, что другого выхода, кроме как поднятия пенсионного возраста, нет. Потому что нет денег. И, казалось бы, что тут такого? Каждая страна сталкивается с экономическими сложностями. По большому счету, везде не хватает денег. Но здесь ситуация особенная. Пенсия невозможна прожить, прямую цену вешенную. Ну, теперь просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Владимир Владимирович, фактически, да, он смягчил реформу пенсионную, и теперь поднятие пенсионного возраста будет идентично тому, что в свое время произошло в Украине. 65 лет мужчины и 60 лет женщины. Во всех европейских странах, даже в постсоветских, на Украине вот сейчас только подняли пенсионный возраст. А менее 10 лет назад, в частности, в 2011 году, Владимир Владимирович рассказал, что в Украине подняли пенсионный возраст по требованию МВФ. Ну, кстати, справедливости ради, так оно и было. Но как же это так? Вот, Украина и плохая, и бедная, и без газа, и без Путина, и с этими, как их там, бандеровцами. А по сути, на выходе тоже самое. Но даже такая страна, как Украина, вынуждена была это сделать. А там продолжительность жизни такая же, как у нас. Даже, может, еще и меньше. Но под давлением международных финансовых организаций, которые сказали, не будет вам денег на то, чтобы пенсии просто выплачивать и заработные платы в бюджетной сфере, не будет, если не повысите пенсионный возраст. И они вынуждены были это сделать. Так что сказать, что уж все так решено, все так стабильно, я бы так не стал говорить. Надо к этому... Да, многое сделано, я сам об этом сказал. Но еще многое предстоит для укрепления систем. По крайней мере, понятно, что Российская Федерация, в отличие от Украины, действительно независимая. Такие непопулярные решения принимаются руководством России самостоятельно. Почему я так внимательно концентрирую внимание на этой истории, на пенсионной реформе, то есть поднятии пенсионного возраста в России? Потому что здесь, в РФ, так много, особенно до 2014 года, говорили о том, что у нас, как в Украине, никогда не будет, что вот у них там довели народ до нищеты и подняли пенсионный возраст. Вы даже не представляете, сколько было грязи вылета в адрес нашего государства. Хотя нет, представляете, сейчас его льется еще больше, но оказывается нет гарантии от этого. И понятно, что объективные причины, старение населения и так далее, и так далее, оно все равно заставляет поднимать пенсионный возраст. Мы должны развиваться, должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров. Но в России, как обычно, все сводит к национальной безопасности, потому что будете бузить, придут солдаты НАТО. В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны. Особенно забавно, что в тот день, когда Путин оправдывался перед гражданами России, почему все-таки при нем, при живом лидере нации принято решение поднимать пенсионный возраст, кремлевские марионетки в Донецке начали рассказывать о том, что они готовы помочь Киеву вернуть украинские пенсии на оккупированный Донбасс. А я вот себе думаю, у них, наверное, совсем пусто в голове. Ведь единственное препятствие для украинских пенсий на Донбассе это и существование вот этой террористической организации на российских штыках из трех букв, которая четвертый, ой, уже пятый год терроризирует украинское население. И лично я стопроцентный сторонник того, чтобы выплачивать все социальные выплаты всем нашим гражданам, в том числе в оккупации. Но так называемым властям образования из трех букв даже Владимир Владимирович объяснил, откуда берутся деньги на пенсии. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему. Ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе. То есть пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам, поколению наших родителей. А они, в свою очередь, пока работали, направляли взносы, чтобы выплачивать пенсии поколению наших денег. То есть кремлевские куклы, которые держатся там на российских штыках, прекрасно осознают, что после того, как они уничтожили на захваченных территориях заводы, фабрики, затопили шахты. И да, никто из них не числяет и не думает даже отчислять налоги, взносы в пенсионный фонд. Но почему-то они думают, что Украина должна оплачивать пенсии, причем через вот эти вот террористические образования. Мне кажется, что с логикой у этих ребят очень и очень туго. И я повторюсь, я стопроцентный сторонник, чтобы эти пенсии заработанные попадали в руки украинских людей, которые там находятся. А над механизмом надо думать. И, кстати, объективно, что те, кто приезжают на подконтрольную территорию, они свои честно заработанные в прошлом деньги могут получить. Но, опять же, секундочку, трудоспособное население Украины, такие молодые люди, как я, старше, младше, мы платим взносы в пенсионный фонд и в том числе для пенсий жителям оккупированных территорий. А товарищи, которые называют себя представителями псевдогосударственных образований, этого не делают. И хотелось бы им задать, вы внимательно слушаете вашего бога? Вывод понятен. Сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. Еще, конечно, стоит сказать, что в России так все устроено, что после телеобращения Путина можно считать, что решение принято, и оно обжалованию в части поднятия пенсионного возраста уже не подлежит. Конечно, будут митинги в России, какие-то искусственные марионеточные партии а-ля КПРФ, ЛДПР или Справедливая Россия будут требовать нет-нет, мы с народом и так далее, но по сути это ничего не изменит. И механизм блокирования и недопущения акции протеста в России отработан великолепно и не просто так Алексей Навальный а-ля Крым не бутерброд отбывает свои очередные 30 суток административного ареста. Все это побурлит и забудется о тех, кто будут недовольны очень долго и будут возмущаться очень громко, для них всегда есть вот такой прекрасный автомобиль российского производства. Но я хотел сказать о другом, что 29 августа 2014 года произошла одна из страшнейших трагедий в истории нашей страны, независимой Украины, когда русские оккупационные силы, кадровая армия расстреляла наших бойцов под Иловайском, да, были изменения на линии фронта, и фактически Россия окончательно закрепилась на востоке Украины. И этот выпуск, он не посвящен военным аспектам, мы и так об этом много беседуем, он о том, что за все надо платить, и вот сейчас, спустя 4 года, россиянам выставили счет. Да, действительно, беда в том, что здесь в РФ причинно-следственные связи не просматриваются, люди не понимают, почему Иловайск связан с поднятием пенсионного возраста. Все просто, сначала вы захватили чужие территории, потом начали вливать российские государственные деньги в очень ограниченном количестве, потому что уровень жизни населения там катастрофически упал, и дальше санкции, дальше, 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 обострения, и в конечном итоге вот ловите, как говорится, пожелаем гражданам России долгой жизни и упорного труда. И если говорить без иронии, то я прекрасно сознаю, что сейчас это объективная реальность, и всем нашему поколению придется работать больше, но только хотелось бы, чтобы адепты Путина в нашей стране знали, что даже там, где нефть и газ, бывают нюансы. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. На этом все. Подписывайтесь на мой канал в Ютюбе, и надеюсь на ваше понимание. Целую крепко. Продолжение следует...